здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчицы случайные зрители если вы еще не подписались наш канал обязательно подпишитесь в этом видео мы поговорим про джунгарского хомячка джунгарский хомячок очень популярный меховой комочек среди домашних животных один из самых маленьких хомячков максимальный размер джунгарика достигает 10 сантиметров при этом максимальный вес чуть больше 60 грамм однако чтобы этот максимальный вес набрать нужно очень постараться чаще всего не превышает 45 грамм живой природе обитает в южно-сибирских степях россии благодаря своим маленьким размерам джунгарские хомячки часто являются лакомым кормом для всех видов хищников и как правило до старости не доживают домашних условиях при правильном кормлении и содержании могут дожить до трех лет как и любого другого животного содержание джунгарика начинается с клетки она может быть совсем маленькой и на одного хомячка достаточно 30 на 20 и на 40 сантиметров важно чтобы клетка была с пластиковым поддоном это облегчит уборку клетки и она не так быстро прогрызется как деревянная в качестве наполнителя используют опилки желательно не хвойных деревьев есть заводчики которые категорически против опилок считая что они могут поранить свои лапки совершенно забывая о том что в живой природе они передвигаются вообще по всему чему угодно следующим важным оборудованием для клетки является ниппельная паилка для воды и керамическая миска конечно можно поставить и две пластиковые миски одну для воды другую для еды однако они очень быстро придут непригодное состояние их придется менять следующее что понадобится для содержания джунгарика это домик и беговое колесо беговое колесо можно купить совсем маленько ему хватит дальше все зависит от вашего комичку отношения не обязательно но они любят лесенки качельки и тоннели их можно купить или сделать самому в содержании сложности с этими животными не возникает запаха почти нет полностью отсутствует если не забывать убираться в клетке да и сами по себе джунгарики чистоплодные и следить за ними не представляет никакой сложности они следят сами за собой в кормлении неприхотливы но не стоит забывать что основным кормом являются различные зерновые культуры семена тыквы подсолнуха пшеница орехи и многое другое помимо зерновых культур можно давать вареное яйцо кусочек мяса и творог часто джунгариков балуют различными насекомыми что нужно знать если вы хотите пару или несколько хомячков лучшим вариантом будет если вы возьмете хомяков из одного помета или семейства в противном случае возможно стычки насмерть вообще мне трудно сказать что эти маленькие хомячки дружелюбные хотя и привыкают к людям достаточно быстро хорошо когда вы берете джунгариков совсем совсем маленьких если ему уже больше трех месяцев готовить тому что его нужно будет приручать к рукам постепенно особенно это касается самок они вообще любительницы запнуть за палец для разведения хомячков вам просто понадобится пара и место куда вы будете отдавать постоянные приплоды они размножаются сами собой часто и очень быстро но нужно понимать что самки хотя бы изредка нужно давать отдохнуть а для этого самку от самца необходимо отсадить малыши появляются на свет лысыми и слепыми если самка слаба и ей понадобятся витамины она может восполнить дефицит съев свое потомство не нужно этому препятствовать так устроено природой хотя и выглядит это жутковато противном случае можно потерять не только детенышей но и хомячиху но можно беременную и родившую самку подкармливать белковой пищей что даст ей все необходимое со соответственно с едой на этом видео подошло к концу обязательно ставьте палец вверх если вам понравились джунгарики всего вам доброго и до новых встреч до свидания до новых встреч